Всем привет, с вами канал Футбол Лайв и это свежий выпуск футбольных новостей. Лестер хочет арендовать за А у Галатасарая, переговоры идут. Рен предложил Барселоне 10 миллионов евро плюс 25 процентов при припродаже за защитников АЕ. Милан и Интер написали мэру Милана по вопросу покупки Сан-Сира. Клубы думают о сносе стадиона или реконструкции. Атлетико – фаворит в борьбе за Лангле. Мадридцы активизировали переговоры по защитнику Барса. Родри – лучший игрок АПЛ по оценке ESPN. Холланд – второй, Эдегор – третий. 16-летний защитник Реала Мартинес порвал кресты. Хуана хотели включить в заявку на Суперкубок Уэфа. Барса продала бы Дейонга за 60 миллионов евро и бонусы. Для МЮ это слишком дорого. Вулвер Хэмптон продлил контракт с тренером О'Нилом до 2028-го. При нём они стали 14-ми в АПЛ. Челси отдал вратаря Слонину Барнсли в аренду. Барселоне интересен Регелон. Тоттенхэм открыт к продаже защитника. Ферентина подписала Дехея контракт с экс-вратарём МЮ по схеме 1-1. Ювентус все ближе к аренде Гонсалеса. Ферентина хочет обязательный выкуп за 30 миллионов евро. Туринцы могут включить в сделку Маккенни. Дейлихт и Мазрауи приедут в МЮ в августе. Тенхак настаивает на трансферах защитников. Переговоры с Баварией идут хорошо. Фламенго оставляет в селе предложение по Клаудиню и может попробовать подписать игрока Зенита в другое трансферное окно. Ливерпуль получит до 9 миллионов фунтов после перехода Соланки из Бормонта в Тоттенхэм за 65 миллионов фунтов. Сделка уже согласована. Галлахер подписал с Атлетику контракт до 2029 года, сообщил Фабрицио Романо. В Атлетику уже заявили, что завершает трансфер с Челси. Ольма взял 20-й номер в Барселоне. Под ним играли Деку и Роберто. Манчестер Сити заинтересован в аренде Комана. Бавария готова на это, чтобы сэкономить на зарплате. ПСЖ купил защитника Пачо за 40 миллионов евро у Айнтрахта. В Манчестер Юнэйте запланировали сразу 4 подписания на заключительные недели летнего трансферного периода. Полузащитник Риал Соседат Мартин Субименди хочет перейти в Ливерпуль как можно скорее. На текущей неделе выяснилось, что Субименди может стать первым приобретением Арнес Лотта на посту главного тренера Ливерпуля. До сих пор были большие сомнения, захочет ли Субименди отправиться в Ливерпуль, потому что всю карьеру до сих пор Мартин провел в Риал Соседат. И прежде отверг интерес ряда грантов, включая Арсенал и Барселону. Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что Субименди уже дал свое согласие Ливерпулю и хочет, чтобы его переход случился как можно скорее. Теперь все зависит от достижения компромисса между Ливерпулем и Риал Соседат. Красные могут просто выплатить отступные за 25-летнего игрока сборной Испании в размере 60 миллионов евро или попытаться договориться на более удобную структуру платежей. Итальянский Милан согласовал приобретение защитника Тоттенхэма Эмерсона Ройла. По информации The Athletic, Милан и Тоттенхэм согласовали компенсацию за Ройла в размере 18 миллионов евро, включая бонусы. Когда два клуба согласуют оставшиеся детали, Ройл пройдет медобследование и заключит с Миланом 4-летний контракт с опцией продления на 12 месяцев. Три года назад Тоттенхэм приобрел Ройла у Барселоны по сделке стоимостью в 30 миллионов фунтов. В прошлом сезоне 25-летний бразилиц сыграл 24 матча за Шпор, но лишь на 13 из них выходил стартом в составе. Основным правым защитником Тоттенхэма при Анге Пастекоглу утвердился Педро Порро. Вдобавок, этим летом из аренды вернулся Джет Спенс, что позволяет Шпорам бесполезненно отпустить Ройла. Челси согласовал приобретение вингера Вулверхэмптона и сборной Португалии Педро Нетто. По информации BBC, Вулверхэмптон согласился отпустить Нетто в Челси за 63 миллиона евро, включая 3 миллиона фунтов в виде бонусов. Правда, два предыдущие предложения синих были отлонены волками. Теперь Нетто направляется в Лондон, чтобы пройти медобследование и заключить контракт с Челси. В предыдущие месяцы Нетто сватали в различные клубы, включая Манчестер Сити, Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм и Ньюкасл. Однако только Челси оказался готов заплатить установленную Вулверхэмптоном цену. В прошлом сезоне пример Лиги Нетто дважды отсутствовал с травмами задней поверхности бедра и сыграл только 20 матчей. Но при этом 24-летний португалец забил два гола и отдал 9 результативных передач. Кристал Пелос отклонил второе предложение Ньюкасла о покупке защитника Марка Гехи. Ранее на этой неделе появилась информация, что Ньюкасл близок к покупке Гехи, однако у Сорок пока нет договоренности с Пелос. По информации Скайспорт, второе предложение Ньюкасла составило около 50 миллионов фунтов и эта сумма не устроила Пелос. Сейчас два клуба продолжают переговоры. Также сообщается, что на руках у Пелос есть предложение от еще одного клуба по Гехи и в данный момент оно все еще рассматривается орлами. Пелос открыт продажи Гехи, но хочет выручить 65 миллионов фунтов за 24-летнего англичанина, который вступил в предпоследний год по своему контракту. Если Гехи в итоге не покинет Кристал Пелос этим летом, то может заключить новый контракт с Орлами. Туринский Ивенту запланировал ряд усилений на оставшиеся дни летнего трансферного окна. Состав команды Тиагу Мотте уже пополнили полузащитники Дуглас Луис и Кефрентюра, а также левый защитник Хуан Кабаль и голкипер Микеле де Григорио. По сведениям инсайдера Николы Скира, на этом старая сеньора останавливаться не намерена. В приоритете у клуба подписание давней цели хаффбека Аталанте Тина Кампейнерса. Также боссы Бьян Канери хотели бы привести двух новых вингеров. В заключение трансферной кампании итальянский грант может пригласить центрального защитника. В этом случае речь идет об аренде с возможностью выкупа. Вингер Барселоны Рафинья Диас получил сверхвыгодное предложение из Саудовской Аравии. Бразильцы постоянно сватают с возможным уходом, однако сам 27-летний игрок покидать ряды синегранатовых не спешит. По информации журналиста Андриана Санчеса, чтобы переубедить Рафинью, неназванный клуб из Саудовской Аравии готов утроить его нынешнюю зарплату. Портал Трансфер Март оценивает стоимость Рафиньи в 50 миллионов евро. Контракт футболиста с Барселоной рассчитан до середины 2027-го. В минувшем сезоне игрок провел за каталонский коллектив 37 матчей во всех турнирах, отметившись 10-ю голами и 13-ю результативными передачами. Отметим, что зарплата Рафиньи в каталонском клубе составляет 5,5 миллионов евро в год. Вингер лондонского Челси Рахим Стерлинг интересен гранду итальянской серии А. Информацию о 29-летнем игроке запросил Ювентус, сообщается в отчете авторитетного инсайдера Джанлуки Ди Марцо. Пока не ясно, готовы ли в Челси расстаться с англичанином, но на него есть и другие претенденты. Туринский клуб рассчитывает усилить фланг атаки до закрытия летнего трансферного окна. В шорт-листе «Старые сеньоры» также присутствуют Джейндон Санчо Манчестер Юнайтед и Франтишко Кансейсао из Порто. Стоимость Рахима Стерлинга по версии экспертов портала «Трансфермар» составляет 35 миллионов евро. Трудовое соглашение футболиста с Челси рассчитано до 2027-го. Всем спасибо за просмотр, это были все актуальные и свежие новости к этому часу.